Я думаю, что он простил даже того, по чьей вине у Мирона и Дельфа. Он всех простил. Так считает зоозащитница Наталья Макеева, участница вызволения дельфинов Зевса и Дельфы из силы сноямы, которая находилась в неотапливаемом здании. Тогда ветеринары констатировали истощение и целый букет заболеваний. Освобожденных перевезли в Утрижский дельфинарий под наблюдение специалистов. Дельфу спасти не удалось, а Зевс, который оказался более выносливым, до последнего дня старался выглядеть бодрым и жизнерадостным дельфином. Он удивительный дельфин. И то, как он боролся за жизнь, просто невероятно. Это, конечно, всем нам пример вообще, как жить осознанно до последнего вдоха. В июне прошлого года Зевса, Дельфу и кита-белуху Платона можно было увидеть в передвижном дельфинарии, который установили в Измаиловском парке города Москвы. Как рассказывал тогда один из городских порталов о досуге, животные привезены из дельфинария, расположенного в Анапе, и в период летних каникул они будут радовать столичную детфору регулярными шоу-программами. Сообщалось также, что они, цитата, с удовольствием позируют перед объективами фотокамер вместе со всеми желающими, конец цитаты. Заявленная там же стоимость билета на представление, которое длилось менее часа, составляла 500 рублей при вместимости трибун 400 человек. Для зрителей пояснялось, что китообразные хорошо переносят московский климат. Конструкция бассейна продумана до мелочей. Такие параметры, как температуру, содержание соли и хлора регулируют специальные датчики. Тем временем против аттракциона выступили защитники животных. По их мнению, бассейн объемом около 1000 кубометров при глубине 3 метра был слишком мал для трех китообразных. В середине июля у временного дельфинария прошли акции за защитников и сбор подписей за его закрытие. Межрайонная природоохранная прокуратура потребовала убрать дельфинарий из-за нарушения ветеринарно-санитарных правил. Тем временем, 2 сентября Агентство новостей Москва со ссылкой на администрацию парка сообщило, что дельфинарий закрывается в связи с приближением холодов. Обитатели дельфинария уедут на зимовку в Краснодарский край, но на следующий летний сезон в Измайловский парк они не вернутся, а будут выступать в другом месте. Возможно, вновь вернутся в Москву, говорится в сообщении. Страна Индия первой признала их как личности, не относящиеся к человеческому роду. То есть признала наличие у этих китообразных уникального интеллекта. И вот уже даже по этому можно судить, что они не только братья наши меньшие, они нам равны по разуму. Зевса и Дельфу зоозащитники обнаружили в конце ноября прошлого года. Суд оштрафовал их владельцев на 1 миллион рублей и постановил передать оставшегося на тот момент в живых Зевса государству. Однако предпринимателям удалось опротестовать данное решение. Фактически это означало, что дельфины должны были вернуть предпринимателям. В прокуратуре заявили, что будут оспаривать это решение в вышестоящей инстанции. После смерти Зевса организована прокурорская проверка. Продолжение следует...